Ежегодно из-за прохождения кромки ледостава на Енисеи уровень воды реки возле дачного общества Подсинее повышается. Сейчас, по словам специалистов, он составляет 353 сантиметра. Подтопление начинается с 360. Путём нехитрой математики остаётся запас в 7 сантиметров. Но в некоторых местах вода уже подкрадывается к дачным участкам. А сейчас мы находимся возле одного из дачных домов. Вода к нему подобралась настолько, что ворота стали мне практически по пояс. А вот здесь находится входная ручка. С такой проблемой жители дачного общества сталкиваются ежегодно. Всё потому, что их дома расположены на участке, подверженным затоплением. Береговая линия здесь находится в месте, где незамерзающая часть Енисея встречается с ледоставом. Из-за этого и происходит подъём уровня реки. Мы здесь живём уже второй год. Год назад мы купили дом здесь на береговой. В прошлом году у нас та же самая была ситуация. Правда, вода не поднималась сильно высоко, но у нас сильно большие торосы заходили. 2019 год был здесь, говорят, вообще глобально. Но если говорить, что вот каждый год такое есть, есть беспокойство в любом случае. И как бы непонимание, почему и власти на это не реагируют, когда предвидят эту ситуацию. Хотелось бы, чтобы они как-то поучаствовали в этом. Между тем специалисты МЧС держат ситуацию на контроле. Проводят по домовой обход и фиксируют количество постоянно проживающих в дачном обществе. Гидрологи говорят, что снижение уровня воды будет наблюдаться с потеплением. Сейчас все, как кромка уйдет обратно, все от этого зависит. И будет промывать, и по прогнозу достаточно теплые дни будут, и ночь, 22, по-моему, 24. Ну, это способствует, в принципе, как бы быстрому размыву льда. Полностью лед не освободится, а будет размывать, и уровень будет падать. На сегодняшний день не только жители дачного общества Подсиния оказались в неприятной ситуации. В соседнем Минусинском районе, в Садовом обществе Островок, уровень воды также достиг критических отметок. Вода подбирается к домам и уже затопило несколько дворов. На территории введен режим повышенной готовности. Вадим Ермолин, Василий Конзычаков, РТС.